Слава Господу за Его верность! Мы очень благодарны Богу за то, что Он действительно верен, за то, что Он не такой, как бывают люди, иногда Он верен. Он верен Своему Слову, Он верен Своему обещанию. Слово Божье говорит о том, что Его Слово, оно незыблемо, оно верно. Есть такое утверждение или такое Слово, что трава засыхает, свет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно. На самом деле Он верен, Он верен Своему Слову, и Он исполняет все свои обещания. Итак, мы переходим к нашему изучению Священного Писания. У нас сейчас в связи с тем, что мы вот как-то так вот резко переключились на некоторые служения иного типа для того, чтобы как-то вот все-таки продолжать служение, мы сегодня будем продолжать изучение посланий Иисуса Христа семи церквям Малой Азии. Мы говорим о книге Откровения. Это Откровение 2 и 3 главы. Сегодня мы будем говорить о 2 главе. Итак, мы говорим о послании Иисуса Христа семи церквям Малой Азии. Пожалуйста, включите слайд, и мы будем идти дальше. Итак, мы говорим о послании семи церквями Иисуса Христа. Это не просто слова Иоанна. Иоанн передает речь Иисуса Христа. Давайте помнить это, давайте не забывать этого. Я хочу напомнить то, что мы говорили раньше, что во всех этих семи посланиях, я не буду делать видение, это можно будет посмотреть, вот то, о чем мы говорили в прошлый раз, но я хотел бы напомнить один момент, что во всех этих семи посланиях есть схожая структура. То есть эти семь посланий, семь писем имеют очень похожую структуру. Но вообще в начале, вот первая часть, это повеление Иисуса написать именно этой церкви. Начинает Иисус и говорит Иоанну, ангелу такой-то церкви напиши. То есть Иисус конкретной церкви дает конкретное повеление. Дальше интересно, во вторую очередь следует то, что Христос говорит о каких-то своих конкретных атрибутах, которые важны именно для этой церкви. Так, например, послание к Ефесской церкви, это первое из семи посланий. Он говорит, так говорит, держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Он напоминает определенные вещи конкретной церкви. Интересно, дальше Иисус говорит о том, что Он знает все. Он знает все, Он знает то, через что проходит церковь. Христос затем описывает состояние церкви. Это может быть или похвала, или в некоторых случаях запрет, в некоторых случаях предостережение, или даже, ну знаете, такое вот слово к покаянию. То есть Иисус очень строго говорит, мы помним, что в послании к Ефесской церкви Он говорил, покайся, покайся, измени свое состояние. Иисус конкретно говорит. Кроме этого, Иисус обещает или дает, или еще раз повторяет обещание о своем приходе. Он говорит, что непременно придет. Он напоминает об этом. Он призывает читателей внимательно относиться к его словам. Он говорит, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквями. Это повторяется почти во всех семи посланиях. Ну и еще одно, и это касается абсолютно всех семи посланий. В конце всего идет обетование для побеждающих. Мы сегодня утром слышали проповедь именно на эту тему. Обетование для побеждающих или, скажем так, что такое быть побеждающим. Мы говорили об этом. Сегодня мы подходим к следующему посланию, ко второму посланию из семи. Послание церкви города Смирна, послание Смирнской церкви. Я хочу назвать или дать вот такое название этой церкви. Это страдающая церковь. Если мы говорили о Ефесской церкви, что это была забывчивая церковь или забывшая церковь, потому что Христос говорит, вспомни, откуда ты не спал, то послание Смирнской церкви – это страдающая церковь. Это церковь в переживаниях, преследованиях, гонениях. И у Христа есть определенное слово для этой церкви. Кстати, хочу сразу сказать, что это одна из тех церквей, одна из немногих церквей. А вы можете посмотреть, почитать и сказать мне, сколько этих церквей. Но это одна из немногих церквей из семи, которую Христос не укоряет ни в чем. Он не указывает никакого недостатка этой церкви. Эта церковь страдающая, церковь Христос обращается к ней, но Он ничего не укоряет ее. Я хотел бы предложить нашему вниманию, чтобы мы сейчас прочитали этот текст. Это книга Откровения, 2 глава, с 8 стиха. И Иисус говорит, «И ангелу Смирнской церкви напиши». Так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Аминь». Итак, вот такой текст, такое послание в город Смирну, христианам города Смирны. Что же представляет собой эта церковь, где она находится, и что мы можем узнать о состоянии этой церкви вообще, вот как понять, может быть, какие-то общие понимания или общие какие-то слова об этой церкви. Посмотрите, пожалуйста, на карту. Если вы обратите внимание на карту, я не знаю, сможете ли вы увидеть это, вот те, кто следят за мной в трансляции, но посмотрите, вот здесь в зале я вам покажу город Измир. Видите, вот он. Или вот здесь на этой карте, вот, пожалуйста, город Измир. Этот город Измир – это то, что называется городом Смирной, или то, что называлось городом Смирной в древности. Вот этот город, он и сегодня существует, и сегодня достаточно значительный город в Турции. Он сегодня достаточно хорошо живет и действует. Кстати, один из немногих городов, который остался. В принципе, единственный из семи вот этих городов, которым были написаны послания Иисуса Христа, он единственный остался, и он существует в неповрежденном состоянии. Вот поэтому город такой вот нынче называется Измир, но в древности он назывался Смирна. Вот посмотрите, он находится на… Этот город находится вот здесь, вот есть такой узенький на другой карте, вы увидите, это будет более удобно. Вот такой вот узкий залив, он заходит сюда, это очень удобная гавань. Он в древности тоже был хорошей бухтой или хорошей гаванью, куда могли заходить корабли, защищенным таким местом, где был определенный такой залив, куда корабли заходили, и это давало ему определенное преимущество. Итак, давайте поговорим немножко о городе Смирна. Современный город Измир, как я уже сказал, так город Смирн, это был большой портовый город, это был торговый центр, там он стоял на заливе. В этот залив чуть севернее от города Смирна втекала река Гермес. Этот город был хорошо защищенной гаванью и естественной остановкой речного пути в долине реки Гермес. Естественно, по рекам тоже продвигались сюда, некоторые лодки, некоторые лодки побольше, которые возили различные грузы, и они могли достичь города Смирна достаточно легко. Большинство городов, как я уже сказал, из этих семей не существует. Город Смирна сохранился до сих пор, и он остался большим городом и сегодня. Сегодня, если вы поедете в Турцию, вы сможете там побывать. Там очень много, кстати, существует и на сегодняшний день туристических памятников и так далее. Я чуть позже покажу некоторые фотографии археологических раскопок. Город Смирна по некоторым свидетельствам или по некоторым понятиям, некоторые люди говорят, что он является родиной известного греческого поэта Гомера. Если помните, был такой очень известный поэт Гомер в древности, он был автором классических поэм «Илиада» и «Одиссея». До сих пор их изучают, до сих пор их изучают. Это считается часть классического образования и сегодня. Так вот, говоря о Гомере, в принципе, трудно сказать, люди не знают, когда он родился. Но есть такие свидетельства, что он родился где-то в 850 году до Рождества Христова или до нашей эры. Он родился в 850 году. Никто точной даты не знает. Это примерно с 10 по 8 века дают вот такую датировку. Ну, 850 год это примерно. И один из претендентов на рождение Гомера, где Гомер родился, говорят, что, возможно, он родился в Смирне. Поэтому вы можете увидеть это в некоторых исторических справочниках. Они скажут, что он родился в Смирне. Так что вот у этого города достаточно древний город, достаточно солидная репутация, достаточно интересные вот такие, знаете, то, что говорят по-английски «claim to fame». Вот он родина поэта Гомера. В 627 году, до этого времени, этот город был городом и достаточно нормальным городом, немалым городом. Так вот, лидийцы в 627 году разрушили этот город. Он был основательно разрушен и оставался практически в состоянии небольшой деревни. Там продолжали жить какие-то люди, они восстановили часть развалин, и что-то они делали там. И вот на протяжении 300 лет он был как деревня, можно так сказать. После того, как Александр Македонский в середине 4 века, вообще-то чуть позже, чем середина 4 века, Александр Македонский завоевал город Сардис. Это не очень далеко от Смирна, это тоже в Малой Азии. После того, как он завоевал Сардис, город был перестроен и очень быстро город был восстановлен. Из-за того, что Смирна была разрушена, и затем через 300 лет практически была восстановлена, люди называли этот город умершим и затем воскресшим городом. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на эту фразу. Город Смирна – это умерший и затем воскресший город. Когда мы посмотрим на то, как Христос называет себя, Он говорит, который был мертв и все жив. Вот здесь вот привязка к истории этого города. Конечно, если мы можем это сказать о городе, если есть какая-то претензия на славу этого города, то Иисус достоин всякой славы, Иисус гораздо выше этого города Смирны. Интересно, что правители Смирны, вообще управители Смирны, городское правительство Смирны были достаточно прозорливы и смекалисты. Городской совет или те, кто управляли этим городом, они очень быстро увидели восходящую звезду Рима. Когда они увидели, что Рим начинает подниматься, когда они увидели, что Рим проявляет определенное могущество, очень быстро они подружились с Римом. Очень быстро они объединились с Римом в союз, который ничто больше не разрушило. Практически до момента существования Римской империи они находились в союзе с Римом. Они отчасти соединились с Римом, потому что у них была опасность. Это в конце 3 века антиох великий, сирийский, он угрожал, он хотел из Сирии пройти всю Малую Азию, захватить всю Малую Азию, а им не хотелось быть под антиохом, они лучше бы предпочли владычество Рима, и они соединились с Римом, они попросили помощи у Рима, и таким образом они объединились вместе с Римом. Этот город был одной из самых удобных баз для Рима. Как мы видели, он стоял на берегу, он стоял в заливе, достаточно удобный залив, достаточно хороший залив, куда могли войти достаточно много кораблей, военных кораблей, римских кораблей, и для них это было удобно, для них это было мостом в Малую Азию, и они хотели иметь вот такой перевалочный пункт, чтобы свои операции в Малой Азии проводить, и поэтому они очень были рады такой возможности. В 26-м году, это уже, да, в 26-м году, город Смирно обратилась к императору Тиберию, это уже во время Иисуса Христа, то есть это после Рождества Иисуса Христа, в 26-м году город Смирно, или представители Смирны, обратились к императору Тиберию с просьбой, они просили построить храм императору, они обратились к императору и просили построить храм императору. То есть что они хотели сделать? Они хотели почтить императора, и они хотели построить императору, как богу, как божеству, храм в своем городе Смирно. Император, естественно, милостиво, ему понравилось, конечно, что это хотят сделать, и вот он милостиво им разрешил, И в Смирне был второй в Малой Азии, или второй в Азии вообще храм императору. Город поклонялся Риму, как духовному владыке. Интересно, что город Смирна гордился своим культом поклонения императору. Что это значит? Когда мы говорим о культе императора, это означает, что люди приносили жертву, что люди поклонялись и говорили о Цезаре или о императоре, как о Боге. Они поклонялись Ему, как Богу. Они возносили молитвы Ему, они приносили жертвоприношения в храме императору. То есть этому человеку. Вот что означает культ императора. Кстати, как присяга на верность, все поданные Римской империи, исключением было только у одного народа, подумайте, у какого народа? Исключение составлял только один народ. Все остальные обязаны были говорить, «Цезарь есть Господь». Это означает, что не практически все должны были признавать господство или божество римского императора. Город Смирна гордился своим культом поклонения императору. Смирна также, этот город был действительно одним из центров в Малой Азии. И он был известным центром науки. Он был центром медицины, архитектуры. До сих пор находят очень красивые археологические памятники. И такой автор, как Аполлоний Тианский, называл Смирну венец портиков, потому что была в этом городе гора Пагас. И вот вершину этой горы обрамлял или окружал круг очень красивых общественных зданий. И вот из-за этого называли этот город венец портиков. То есть, другими словами, люди, когда смотрели на этот город Смирну, видели это, они видели вершину этой горы, как будто бы вот эта гора имела корону на голове своей. И вот поэтому она называлась венец портиков. Может быть, именно поэтому Христос в этой главе или в этом послании к этой церкви Он говорит о венце определенном. Я думаю, что Смирна была тоже и центром сельского хозяйства. Почему я так говорю? В Смирне из мире до сих пор выращивают фиги. И очень много из них в библейском языке это смоквы. До сих пор, кстати, если вы зайдете в Костка, и вы можете найти там вот пакет засушенных фиг, которые, кстати, собраны в Турции, они так и называются, Смирнафигс. Ну, это так, немножко информации. Вот посмотрите, пожалуйста, на вот эти вот археологические останки, это раскопки или то, что осталось, вот эти руины древних сооружений, остатки каких-то древних сооружений из вот этого древнего города Смирна. Я мало фотографий предоставил, это просто немножко из того, чтобы вы видели. Вот это гора или рынок, который находился в центре этого города Смирна. Посмотрите на эту колонаду, посмотрите на то, что было под этой колонадой, то есть похоже, что там был своего рода подвал, в котором вот эти все арки, вы видите их, это все было подвальное сооружение или какое-то вот такое подземное сооружение, сверху, похоже, была площадь определенная, может быть, рыночная площадь, и вот там, посмотрите на вот эту колонаду, может быть, там была крыша или какой-то такой вот навес, который защищал от солнца, и вот, пожалуйста, вот такое сооружение. То есть Смирна был достаточно солидным городом, достаточно большим городом, достаточно состоятельным и богатым городом. Ну а здесь, посмотрите, пожалуйста, на это, то, о чем я говорил, Organic Sun Dried Figs, посмотрите, Dried Smyrna Figs, посмотрите, я подчеркнул, написано Product of Turkey. То есть это собрано из мире. Так что, вот, чтобы вы знали, что там есть до сих пор вот эта вот сельскохозяйственная продукция такая. Ну а сейчас я хотел бы обратить ваше внимание вот на этой карте, чуть-чуть лучше видно, вот посмотрите здесь, вот посмотрите сюда, вот посмотрите здесь вот заливчик. Вы видите то, что я говорил, залив. Вот он, город Смирна, на берегу, и посмотрите, вот, как далеко он заходит вглубь, поэтому он защищен. У него есть хороший вход со стороны Средиземного моря, и в то же время он находится в защищенном состоянии, то есть туда удобно зайти и хорошо зайти. Обратите внимание на эту карту. Эта карта говорит о том, что это карта третьего миссионерского путешествия апостола Павла. Вот она начинается из Антиохи, и Павел посещает церкви, в которых был раньше. И вот посмотрите, вполне возможно, мы не знаем с уверенностью, об этом не написано в Евангелии, не написано в Деяниях апостолов, но, скорее всего, именно во время этого третьего миссионерского путешествия апостол Павел, скорее всего, или благодаря его сотрудникам, или сам, возможно, побывал в городе Смирне и основал эту церковь, Смирнскую церковь. После этого апостол Павел путешествовал дальше, доходя до Пергама и до Трои, и потом вот дальше вот таким образом. Это немножко такой вот истории. Давайте сейчас поговорим немножко о церкви города Смирный. Что мы можем узнать? Как я только что сказал, церковь, это была, скорее всего, основана апостолом Павлом во время его третьего миссионерского путешествия. Еще раз хочу повторить, что культ императора, поклонение императору, было очень популярным в Смирне. Смирняне гордились тем, что они поклоняются императору. Они гордились своим патриотизмом. Они считали, что этим они подчеркивают преданность Римской империи императору. Я думаю, что в какой-то мере мы могли бы сказать, что многие люди из Смирны были более патриотичны, чем многие люди, жившие в Риме. То есть жители Смирны, похоже, были большими римлянами, чем сами жители Рима. Он включал в себя этот культ императора, приношение жертв императору как божеству. Участие в этом, участие в этих языческих обрядах было обязателем для всех жителей Малой Азии. Христиане отказывались приносить жертвы императору или изображению Цезаря. Это считалось государственной изменой. Помните, я говорил о народе, который был освобожден от поклонения императора? Единственный народ во всей империи – это были евреи. Они единственные добились вот такого разрешения, им дали вот такое разрешение, они смогли добиться вот того, чтобы они не поклонялись. Но те из евреев, кто уверовал в Иисуса, тех отлучали от синагоги. После такого отлучения они утрачивали свое еврейство, они переставали считаться евреями. И что это означало? Они теряли свой статус. Им, они теряли свое освобождение от участия в языческом поклонении. Наверное, именно поэтому, наверное, именно поэтому, что евреи относились враждебно по отношению к христианам в послании Смирской Церкви, Иисус говорит, что есть те иудеи, которые на самом деле не иудеи, но сборище сатанинское, они злословят, то есть они говорят, они предают своих братьев, и они говорят и создают многие неприятности для христиан. Это сборище сатанинское и в оригинале называется синагогой сатанинское. Я хотел бы услышать ваше мнение, что вы думаете, почему так назно, почему так сильно сказано? Это на самом деле очень серьезные слова, сборище сатанинское. Я бы не хотел, чтобы меня так называли. Но вот Иисус называет их сборищем или синагогой сатаны. Я думаю, что не надо считать, что Иоанн в данном случае относится враждебно к иудеям. Относится враждебно к евреям. Иоанн сам из еврейского народа, он сам, да Иисус, по земному своему происхождению, сын Давида, из еврейского народа тоже. Здесь не говорится о злословии, здесь не говорится о каком-то антисемитизме или о каких-то вот таких вот вещах. Здесь говорится о том, что эти люди, вместо того, чтобы исполнять волю Божию, они думают, что исполняют волю Божию, но вместо этого они на самом деле исполняют волю не Божью, а волю сатанинскую, когда противятся Иисусу Христу. Христиан заставляли поклоняться императору. Христиан заставляли отрекаться от Христа. Двое известных в Первой Церкви, это уже период послеапостольский, двое известных лидеров, двое епископов, один из них Игнатий Антиохийский, другой из них Поликарп Смирнский, они были учениками апостола Иоанна. История сохраняет, и древние историки христианства, которые жили во II веке, в III веке, они говорят о том, что оба этих лидера христианских, они были учениками апостола Иоанна. Игнатий Антиохийский по дороге в Рим, когда его отправляли на казнь в Рим, он остановился в Смирне, и из Смирны, именно из Смирны он написал четыре своих послания. Поликарп был епископом Смирны. Поликарп тоже принял мученичество за веру во Христа. Я чуть позже еще вернусь к одному из них. Хочу сказать, что Иисус, говоря о церкви города Смирны, называет христиан в этом городе бедными. Здесь хороший вопрос. Мы говорим о том, что город богатый, мы говорим о том, что город торговый, мы говорим о том, что здесь много вроде бы благополучия, но почему-то они были бедными. У меня вопрос к вам. Почему вы думаете, что эти люди, что эти христиане были бедными? Но Иисус называет их богатыми духовно. Как хорошо, что не наоборот. Знаете, мне кажется, что гораздо хуже, когда ты можешь быть богатым здесь на земле, можешь иметь много денег, хороший счет в банке, хороший дом и все такое, но ничь духовно. Это гораздо хуже, потому что все земное проходит. Но к тем, кто смог вложить в небесные сокровища, в небесный банк, те по-настоящему богатые. Пусть Бог поможет нам излечь из этого урок. Давайте мы сейчас сделаем перерыв. И я хочу, чтобы вот в этом перерыве группа, пожалуйста, спойте песню «Наша надежда, ты Христос». И после этого мы продолжим наши рассуждения. Спасибо. Спасибо. Наша надежда, ты Христос, ты наше счастье, «Наша любовь». Ты наша радость, ты наша жизнь, ты ведь нас любишь и кронишь. «Наши любовь». Над Тебя Мы уповаем Над Тебя И сполагаем Над Тебя Зору стремляем Близь С небеса Над Тебя Мы уповаем Над Тебя И сполагаем Над Тебя Зору стремляем Ты с небеса, Ты пострадал за нас, Христос, Ты на кресте пролил свою кровь, Ты на спасение ныне принес, Ты нас испарила горя и слез. На Тебя мы уповаем, На Тебя здесь полагаем, На Тебя взору стремляем мы с небеса. На Тебя мы уповаем, На Тебя здесь полагаем, На Тебя взору стремляем мы с небеса. Итак, мы продолжаем наше рассуждение. Мы с вами поговорили о городе Смирно, мы с вами поговорили о церкви города Смирно. Давайте мы вернемся к нашему рассуждению. Итак, я хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели на некоторый, или давайте мы сейчас прочитаем еще текст еще один раз, но перед тем, как прочитаем, я хочу попросить, чтобы мы с вами обратили внимание на те вопросы для размышления, которые я поместил. И я хотел бы, чтобы сейчас, я сейчас их прочитаю, чтобы где-то они были у нас на слуху перед тем, как мы прочитаем текст этого послания. Вопрос первый. Как называет себя Христос в послании к Смирной Церкви? Как это можно объяснить? Какие качества Христа подчеркивают эти титулы? Какие тексты Писания, подтверждающие эти истины о Христе, ты можешь вспомнить? Что знает Христос об этой церкви? Перечисли то, что Христос говорит о церкви. Хвалит Христос эту церковь или укоряет? О чем предупреждает Христос эту церковь и к чему ей нужно приготовиться? Что значит венец жизни? Какое обещание или какая награда дается побеждающему? Ну и вопрос для нашего рассуждения, это вопрос применения практического. Какое обещание Смирской Церкви могут взять для себя современные христиане? Как можно приготовиться к приходу Иисуса Христа из примера этой церкви? Итак, давайте поговорим, давайте порассуждаем, но прежде всего прочитаем еще раз текст этого послания, послания Смирской Церкви. И Иисус говорит Иоанну записать и передать следующее. И ангелу Смирской Церкви напиши, так говорит, первый и последний, который был мертв и все жив. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть, вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий, не потерпит вреда от второй смерти. Аминь». Итак, давайте посмотрим прежде всего на атрибуты Иисуса Христа, на те качества Иисуса Христа, которые мы можем увидеть вот здесь, из этого послания. Христос называет себя прежде всего первой и последней. Вы знаете, почему Христос говорит об этом? Я думаю, что Он прежде всего говорит об этом, чтобы показать, чтобы показать настоящую картину вещей. Если римский император претендовал на какое-то могущество, если римский император претендовал на какое-то, знаете, на какое-то величие, и перед римским императором поклонялись, Христос говорит, «Я есть первый и последний». Другими словами, римский император никак не мог назвать себя первым и последним. По сравнению с Иисусом Христом, римский император – человек, простой человек, ограниченный человек, с обыкновенными человеческими возможностями и ничего больше. Иисус, когда говорит о себе, что Он первый и последний, это значит, что Он был прежде всего. Более того, это значит, как говорит Писание, что Он всегда существовал. Иоанн напишет в своем Евангелии, пишет, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это Слово было прежде всего». То есть, другими словами, Он не сотворен. Иисус по-настоящему первый и последний, когда Он говорит о себе так, что Он первый и последний, это означает, что римский император ни в какое сравнение не идет с Иисусом. Интересно, следующий атрибут, который говорит Иисус, Он говорит, «Был мертв и все жив». Если люди могли говорить о Смирне, как о городе, который был разрушен, потом восстановлен, каким-то образом иметь вот какое-то вот такое понимание, Христос по-настоящему не только мертв был и ожил, Христос ожил, чтобы никогда не умирать. И в этом отношении слава и сила Христа гораздо превосходнее славы города Смирна. Христос имеет особую силу, Христос имеет особое прославленное тело. Христос напоминает о себе, что Он был мертв и все жив. Что еще мы видим здесь? Христос говорит о том, что Он знает. Бог действительно знает, и Бог действительно знает гораздо больше, чем любой из людей знает. Что Он знает? Написано, «Знаю твои дела». Христос говорит, «Знаю твою скорбь». Христос говорит, «Знаю твою нищету». Христос говорит, «Я знаю злословие иудеев». Он знает это все, Он видит это все, от Него ничего не ускользнуло. «Знаю твои дела». Это означает, Он знает то, что делает эта церковь, их действия, их хорошие и, может быть, не очень хорошие дела Он знает. Он знает их скорби. Откуда приходит их скорбь? Что причина или в чем причина их скорби? А причина в гонениях, причина в преследованиях, причина в том, что вот те, которые называют себя иудеями, они способствуют гонениям на эту церковь. Христос говорит, «Знаю твою скорбь». «Знаю твои переживания». Я хотел бы спросить, дорогой друг, сегодня, вот находясь, может быть, в таких неудобствах, в которых мы находимся из-за вот этого всемирного такого состояния, знаешь ли ты, понимаешь ли ты, что Христос знает твои неудобства? Христос знает твои скорби. Христос знает твои проблемы. Христос говорит, «Знаю твою нищету». Но Христос тут же добавляет, Он видит, что эта физическая нищета служит к духовному богатству. Христос, или о Христе апостол Павел пишет, что Он, будучи богат, обнищал ради нас. Когда Он был на земле, у Христа тоже ничего не было. Написано в Писании, что Он не имел, где голову преклонить, но Его духовное богатство было очень великим. Христос знает дела, Христос знает скорбь, Христос знает нищету, Христос знает злословие. Кстати, вот это злословие очень интересно. Вы знаете, на английском языке или в английских версиях дается такой термин blasphemy. Интересное слово blasphemy. В оригинале в греческом сказано blasphemeia. Blasphemeia, которое, кстати, это слово вошло в английский, это калька с греческого языка, оно вошло в английский язык. Это значит говорить превратно. Это то, что в русском языке еще называется как хула. То есть это говорить неправильно, это злословить, это говорить заведомо неправду, это поносить человека. Иногда в английском переводе это звучит как slender. Некоторые версии переводят. То есть это клевета. То есть, другими словами, иудеи, когда говорили о христианах, они неправду о них говорили, они клеветали на них. Что они могли сказать? Я думаю, что, может быть, как раз они, как раз эти люди были распространителями плохих слухов о христианах. Какие слухи о христианах ходили в первые века? О том, что они приносят в жертву людей. О том, что они не патриоты отечества, что они не почитают цезаря, что они ненадежные люди и все такое, и так далее, и тому подобное. Они сочиняли очень много разных небылиц. Только бы выставить христиан в неблагоприятном свете, чтобы способствовать уничтожению веры во Христа. Вот такое злословие, вот такая клевета была со стороны вот как раз таких иудеев. Христос называет их сборищем сатанинским. Серьезные слова. На самом деле, что делает еще Иисус Христос? Что Он еще совершает? Какой у Него еще один из атрибутов или одно из качеств Иисуса? Христос утешающий. Он видит это все по отношению к церкви, и Он хочет ободрить церковь, и Он напоминает им, и Он говорит этой церкви, не бойся, не бойся. Говорит, я знаю, я вижу. И поэтому не бойся, не бойся, ты можешь пройти через это, не бойся. Дам тебе венец жизни. Будь верен до смерти. Вот это мы можем сказать такие атрибуты Христа. Что еще мы можем увидеть? Мы можем посмотреть на состояние церкви. На самом деле, мы можем сказать, что этой церкви дана хорошая характеристика, то есть нету каких-то недостатков у этой церкви. Единственное, что мы видим, это то, что Христос хочет утвердить их верности. Посмотрите, 10 стих. Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Христос говорит, не бойся. Ты будешь проходить, Христос их готовит и напоминает, ты будешь проходить через трудности. Так вот, не бойся. Не бойся. Почему не бойся? Я буду с тобой, Христос подразумевает. Не бойся, что тебе надо будет претерпеть. Дальше он говорит вот такие слова. «Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбнее действие». Я уже получил пару вопросов, и я рад, что у нас идет все-таки хоть какое-то такое понимание, и кто-то хотя бы задает вопросы. Хорошо, спасибо, друзья. Вопрос такой. Вот когда здесь говорится, скорбнее действие, это как? Это надо понимать буквально, это надо понимать образно. Это образное выражение или символическое какое-то выражение. Может быть, число 10 означает какую-то полноту. Ну, что я хочу сказать? Большинство богословов, большинство толкователей вот этого отрывка говорят, что речь идет о коротком периоде. Дней 10, может быть, это не значит буквальных дней 10. Вот пошел отсчет. Вот через 10 дней у тебя будет вот это переживание. Нет, Христос говорит, возможно, примерно, но смысл какой? Что это короткий период. Не бойся ничего. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. Вас будете иметь. Эта скорбь продлится короткий промежуток времени. Ты не переживай. Это пройдет достаточно быстро. Это не будет долгим. Ну, по крайней мере, так объясняют многие толкователи. Я, в принципе, согласен с этим, потому что, если говорить по-другому, если говорить о какой-то полноте скорби, будете иметь скорбь дней 10. Если говорить о том, что дней 10 в данном случае полнота, то было бы, может быть, во-первых, сказано не дней 10, потому что дней 10 подразумевает примерно дней 10, а было бы, может быть, сказано конкретно 10 дней. Ну, еще один вопрос, почему здесь речь не идет о полноте, потому что если бы речь шла о полноте, будете иметь скорбь дней 10, как это может быть утешением? Как это можно иметь скорбь полное количество времени? Или как? Какой период? Как вообще это можно понять? И что можно из этого увидеть? Будете иметь скорбь дней 10. Думаю, что здесь идет речь о коротком промежутке времени. Дальше Христос говорит вот такую интересную фразу, «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Я помню, что мне было, наверное, лет 11, когда я выучил этот стих наизусть, и я до сих пор его помню. Это был один из тех золотых стихов, которые я выучил с детства, и мне очень нравится этот текст. И мы, в принципе, когда были еще в подростковом переде, мы постоянно повторяли, и многие из нас знали этот стих. Когда-то он нас утешал, когда-то он напоминал о том, что мы должны быть верны Иисусу Христу. Христос говорит, «Будь верен до смерти». Может быть, кто-то из этих людей, которые будут в темнице и будут иметь короткий промежуток времени скорбь, может быть, кто-то из них даже пройдет через смерть. Но несмотря ни на что, будь верен до смерти. «Дам тебе венец жизни», — говорит Иисус Христос. Посмотрите, что обещает Иисус Христос. Он говорит о венце жизни. Что значит «венец» в этом смысле? Мы можем говорить о венце жизни, как о каком-то, ну, знаете, действительно венце. Мы можем говорить еще о венце, как о чем-то, как о каком-то событии, которое венчает, как о каком-то, знаете, достижении награды или достижении того, что мы приходим к Иисусу Христу, мы приходим к Господу. То есть по-разному можно понимать это слово. «Дам тебе венец жизни». Будет ли это буквальный венец? Будет ли у кого-то венец жизни? Ну, к примеру, скажем, или золотой венец, или венец из лаврового листа, который в вечности не будет вянуть никогда и будет вечно зелёным и так далее, и красивым. Может быть, это будет и такой венец? Я не знаю. Может быть, на нём будет написано «венец жизни». Я не знаю, но есть другие венцы. В Писании написано «венец жизни», например, «венец славы». И некоторые другие венцы мы находим в Писании. Мы ещё чуть больше поговорим об этом. Но в Писании ещё интересно напоминается ещё один момент, что когда люди соревнуются в каких-то спортивных состязаниях, они получают венец. Апостол Павел, например, пишет в Послании к Коринфянам, говорит, так бегите, чтобы получить. Что получить? Он говорит, что многие состязаются, но один получает награду. То есть в данном случае он говорит о том, чтобы мы стремились получить вот эту награду, чтобы мы старались быть победителями, другими словами. То есть в данном случае венец жизни может быть как состояние победителя. Не побеждённый, а победитель. Тот, кто достиг награды, тот, кто добежал, тот, кто дошёл до финиша, тот, кто удостоился иметь определённую награду. Итак, вот такое состояние церкви. Это мы можем увидеть, это мы можем сказать. «Будь верен до смерти, говорит Иисус Христос, и дам тебе венец жизни». Я хочу сказать ещё или сделать такой вот вывод. Если есть у кого-то вопросы, вы можете задать. Ещё мы можем порассуждать. Если кто-то хочет ещё какой-то вывод сказать. Это достаточно короткое послание, всего лишь несколько стихов. Но мне очень нравится это послание Смирской Церкви. «Обрати серьёзное внимание, ещё раз, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям Христос, говорит, обрати на это внимание». На что обратить внимание? Дорогой друг, дорогой христианин, член церкви Ифания, любой христианин, будь верен до смерти. Мы сегодня говорили утром, я напоминал проповеди, я напоминал о том, что во всех этих семи посланиях откровения, слово, которое говорит Иисус, «побеждающий» — это причастие настоящего времени. Оно говорит о том, что это тот, кто должен постоянно побеждать. Это не просто победивший однажды, это побеждающий постоянно. Другими словами, то, что мы видим здесь, Христос говорит «будь верен до смерти». Будь верен, другими словами, всю свою жизнь. Мы можем сказать это в нескольких, или можем отнести это к себе в нескольких применениях или в нескольких случаях. До наступления смерти. Всю свою жизнь. Если ты уверовал в отрочестве, если ты уверовал в детстве, если ты уверовал в молодости или в зрелые годы, «будь верен всю свою жизнь, до самой смерти будь верен Богу». Пока не умрешь, будь верен Богу. Можно посмотреть на это с другой стороны. Даже тогда, когда будут угрожать твоей жизни, даже тогда, когда тебе будут говорить, «если не отречешься от Иисуса, умрешь, продолжай быть верным». Можно и так это понять. Поэтому я бы хотел, чтобы мы и так это понимали, и по-другому это понимали, чтобы Бог нам дал желание быть верным до конца своей жизни, и чтобы Бог дал нам желание быть верным Ему, даже если нам придется умереть за Христа. Я еще хочу сказать, Господь знает о преследованиях. Еще один вывод сделать. Господь знает о преследованиях. Господь, преследования христиан, преследования церкви не застали врасплох Господа. Он знает о страданиях Смирской церкви. Посмотрите, Он не обещает избавить их от страданий. Он не обещает избавить их от преследований и неудобств, но Он призывает их к верности. Как хотелось бы нам иногда, чтобы Господь избавил, чтобы Господь убрал какую-то болезнь, какое-то неудобство, какую-то проблему из нашей жизни. Сколько мы выпьем Господу и просим, Господи, избавь, Господи, помоги. Господь здесь в своей церкви говорит, я знаю, я понимаю, я вижу. Я вижу твои скорби, я вижу твои преследования. Тем не менее, Он говорит, будь верен. Будь верен до смерти. Он даст силы церкви города смирно перенести все страдания. И даже если членов этой церкви бросит тюрьму на короткий срок, Христос говорит, будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Бог не убирает гонения с их пути. И последнее, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Удивительно, вот это вот слово не потерпит вреда от второй смерти, почему Христос говорит так. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Как вы думаете, почему Христос говорит эти слова? Первая смерть, это понятно, это когда прощаются тело и душа, когда мы умираем, когда наше тело кладут в гроб, когда совершается похоронное служение, и, в общем-то, наш земной путь окончен. Это первая смерть. А вторая смерть? Вторая смерть, интересно, в книге «Откровения» описывается, когда после суда и смерть, и ад. 20 глава книги «Откровения» 14 стих «И смерть и ад повержена в озеро Огненное». Это смерть вторая. Так вот, тот, кто побеждает, тот, кто с Иисусом Христом побеждает, тот, кто предан Иисусу Христу, он не будет участником этой второй смерти, он не потерпит вреда от второй смерти. Пусть Господь поможет нам, пусть Господь благословит и поможет нам по-настоящему действительно быть настолько преданными Ему, чтобы мы побеждали, чтобы мы были победителями, чтобы мы не потерпели вреда от второй смерти. Аминь, братья и сёстры. Хорошо, похоже, что мне присылают сейчас сообщения. Я посмотрю на некоторые эти сообщения, и мы продолжим. Может быть, здесь есть вопросы или какие-то комментарии. Я прошу прощения. Ну да, вот мы только что сказали о второй смерти. Вот несколько вопросов о второй смерти. Мы уже сказали, что это окончательная разлука. Это окончательная разлука с Богом. Вторая смерть — это место наказания. Вторая смерть — это не просто ад. Ад — это временное состояние. Озеро огненное — это вечное состояние. Или это вечное положение. Ну, мне задали такой вопрос. Как вы думаете, сколько членов было в этой церкви, где они собирались? Спасибо. Хотелось представить себе тогдашнюю церковь. Трудно сказать, где они собирались. У нас нет никакого ни малейшего представления. Интересно, что, когда мы читаем Деяния апостолов, мы видим, что иногда они собирались, даже поначалу, когда Павел начинал только проповедовать, где-то в каком-то городе он начинал проповедовать в синагогах. Они поначалу собирались в синагогах, но потом почти непременно где-то в течение года, может быть, или в течение нескольких месяцев, в некоторых случаях возникались споры, и христиан изгоняли из синагог. Они собирались, иногда собирались в домах, иногда собирались где-то на природе, иногда, вот написано, что в Филиппах собирались у реки. Поэтому вот где они собирались в самых разных условиях. Вот место наказания. Ну да, вторая смерть, это действительно, я думаю, что это место наказания. Вот еще такой вопрос. Вопрос по откровению. Всем церквей, о которых мы разбираем, не является ли прообразом церквей направлений динаминации сегодняшних дней? Есть такое было направление, особенно раньше такое направление. Я помню, что когда наши братья, Михаил Дмитриевич сможет подтвердить, когда наши братья занимались на курсах ЗБК, заочные библейские курсы в Москве, у них были учебники, и вот один из учебников этих, «История церкви», я помню, там было такое понимание, что вот эти семь церквей откровения являются определенными прообразами исторических церквей. Так вот, если Эфесская церковь, это был, ну, как бы первый период, потом Смирнская церковь, это был период преследования, или период второй период после этого, потом Пергамский период, это период, когда церковь начинает отходить, это когда католичество, и римские папы появляются, начинают отходить от Христа и так далее. Я не согласен с такой трактовкой. Я думаю, что нам нужно, знаете, вот более конкретно подходить, то есть я думаю, что нам нужно принимать для себя каждую из этих церквей, рассматривать в отдельности и применять каждые отдельные качества из каждой из этих церквей к себе. Почему? Ну, например, Ладикийский период, Ладикийская церковь, мы могли бы сказать, что это наш период, или период нашего времени перед пришествием Христа. Но это у нас. Это в западном христианстве очень многие церкви остывают. Где-то в Африке, где-то в Азии сейчас очень большое пробуждение. Центр христианства сейчас перемещается в другие места. И мы не можем говорить, что все так, как мы верят. Кто-то гораздо лучше, кто-то гораздо горячее по отношению ко Христу. Поэтому давайте не будем вот так вот брать и как-то вот такую универсальную какую-то кальку придумывать. Я думаю, что мы можем научиться из каждой церкви и каждой отдельной церкви. Может быть, ну, например, если взять церкви Миннеаполиса даже, наша церковь имеет какие-то свои проблемы, свои переживания. Может быть, к нам больше относятся определенные моменты из какой-то из этих церквей. Другая церковь, может быть, может что-то получить другое. Но я думаю, что из каждой, из каждого послания сими церквям мы можем научиться. Ну, есть еще вот такой вот вопрос, приветствую венец жизни не является ли это самой жизнью вечной. Ну, хороший вопрос. По крайней мере, венец жизни указывает на жизнь. То есть он венец чего? Венец жизни. То есть это как бы квинтэссенция, что ли. Это как бы сама суть жизни. Это указание на жизнь. То есть ты не можешь иметь венец жизни и находиться в смерти. Понимаете? Это своего рода какое-то нелепое состояние. Поэтому находясь в жизни и иметь венец жизни, это здорово. Давайте мы поговорим о венцах чуть позже, потому что у нас еще будут венцы встречаться. Ну, о второй смерти мы немножко сказали. И, кстати, первая смерть – это не просто смерть для греха. Первая смерть – это просто физическая смерть. Вторая смерть – это уже смерть, ну, такая имеется в виду озеро Огненное. Окончательное – уже все. После суда, уже после того, как ввержено в озеро Огненное, нет никакого возврата. Абсолютно все. Точка. Если церковь, если Смирская церковь была гонима, это значит, что другие церкви не были так гонимы. Ну, и да, и нет. Многие церкви того периода переживали гонение за Христа, гонение за веру, но некоторые имели больше проблем, чем другие. Очень многое зависело от того, какие лидеры находились. Римские власти тоже не всегда действовали, так, знаете, наобум. Иногда это было от местности зависело. Ну, к примеру, если здесь, например, вот иудеи, о которых мы говорим, вот о том, что они злословили, вот они как-то вот доносы какие-то устраивали, возможно, на христиан, они старались сделать это, они старались возбуждать римские власти против христиан. Естественно, тогда это больше проходило. В это же время мы обращаем внимание, что Иоанн, апостол Иоанн, где находится? Он находится на острове Патмос. Почему он там находится? Да потому что его сослали. Это тоже определенное наказание. Иоанн до этого был в Риме. Его из Рима взяли и сослали на Патмос. То есть, каким-то образом, мы тоже можем сказать, что это не только единственное состояние или единственная церковь, которая проходит через страдания, проходит через гонения. То есть, для христиан той поры страданий не было чем-то, ну, как сказать, страдания за веру, гонения за Христа не было чем-то, ну, каким-то исключением или чем-то из ряда вон выходящим. Это своего рода было, ну, может быть, даже нормальным явлением. То есть, они знали, они понимали, что это может произойти. Итак, друзья, я думаю, что мы сейчас подходим к концу. Мы сегодня еще споем песню такую, «Все Иисусу отдаю я». Вы знаете, перед тем, как мы будем петь этот псалом, мы еще помолимся. Я хотел бы напомнить то, о чем я говорил сегодня утром. Я сегодня утром говорил, что моя победа зависит от того, насколько я отдаю себя Христу. Если я не умер для греха по-настоящему, я не могу претендовать на победу. Если во мне живут какие-то недостатки, если во мне живут какие-то грехи, если во мне живет любовь к греху какому-то, как я могу говорить? Как я могу претендовать на победу во Христе? Если я отдаю Иисусу всю свою жизнь, если я отдаю Иисусу сердце, если все мои привязанности Иисусовые на самом деле, если Иисус для меня дороже всего, дороже даже жизни моей, тогда я могу претендовать на победу, тогда я могу иметь надежду на то, что моя жизнь угодна Иисусу Христу. Я хочу закончить наше сегодняшнее занятие продолжением определенного урока для нас. Я хочу зачитать вам о мученичестве Поликарпа. Поликарп был епископом Смирный. Когда Церковь Смирная получила послание Иисуса Христа, написанное Иоанном, они получили его, наверное, в 95-м году. И вот когда они получили его, Поликарпу было, наверное, лет 25-26, он был молодым человеком. Прошло время, и Поликарп уже в старости своей принимает мученическую смерть. Послушайте об этом. Мученичество Поликарпа. Это было 22 февраля, скорее всего, 156 год после Рождества Господа Иисуса Христа. Почтенный епископ, который ушел из города по просьбе своей церкви, был выслежен в своем убежище. Он не пытался бежать. Вместо этого, когда его нашли, он предложил солдатам еду и воду и попросил разрешения помолиться. Он молился два часа. Затем, когда они ехали в город, начальствующий офицер просил его отречься от своей веры. Он говорил, «Ну что тебе стоит принести жертву императору? Какой вред тебе это принесет? Ну соверши курение фимиам на жертвеннике». Поликарп отказался. Когда они приехали, его грубо вытолкнули из телеги и привели к проконсулу в амфитеатр. Тот обратился, проконсул в смысле, обратился к Поликарпу, «Имей почтение к своему возрасту, поклянись именем Цезаря». Чуть позже он повторил. «Поклянись именем Цезаря, и я отпущу тебя. Отрекись от Христа». На это Поликарп ответил. «В 86 лет я служил ему, и он не сделал мне ничего плохого, как прокляну я моего царя и спасителя моего». Проконсул настаивал. «Поклянись именем Цезаря, я брошу тебя на съедение зверям». Поликарп ответил, что готов встретиться с ними. Офицер рассверепел и сказал, «Если ты не боишься зверей, то я сожгу тебя». Поликарп ответил, «Ты пытаешься испугать меня огнем, который будет гореть всего лишь час, но совсем забываешь о неугасимом пламени ада». Это все происходило в субботу, и рассерженные стойкостью Поликарпа евреи собирали дрова, чтобы подготовить костер для Поликарпа, несмотря на запрет работать в субботу. Вместе с ними собирали дрова и язычники. Его повели на место казни. Хотели его пригвоздить к столбу, но он сказал, «Не надо, я не собираюсь убегать». Они просто привязали его к столбу. Поликарп помолился, «О Господи, всемогущий Бог и Отец возлюбленного Сына Своего Иисуса Христа, через Которого мы получили познание Тебя. Благодарю Тебя, что Ты нашел меня достойным в этот день и в этот час принять чашу страданий Христа Твоего посреди многих свидетелей Твоих». Он продолжал молиться. Когда он сказал «Аминь», огонь подожгли, и пламя начало палить Поликарпа. Из-за того, что ветер отгонял огонь в сторону от Поликарпа, мучения епископа увеличивались, и чтобы прекратить эти мучения, солдат пронзил христианина мечом. Это было в 155 году, когда откровение было написано. Около 95-го года Поликарп был молодым человеком, ему было, скорее всего, 26 лет. Возможно, он был в церкви, когда послание Иисуса этой церкви, записанное Иоанном, читалось в ней. «Не бойся ничего, что Тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, и будете иметь, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам Тебе венец жизни». Епископ Поликарп был верен до смерти. Я уверен, что Иисус приготовил ему венец жизни, как ты, как я. «Давай будем верны Господу Иисусу Христу не только в страданиях и в мучениях, но в обыденной жизни, что гораздо тяжелее. В обыденности работы, семейной жизни, в рутине обыкновенных дней давай будем хранить верность нашему Господу. Аминь». Помолимся Иисусу. Продолжение следует...